Всем привет! Вы на канале Пятый элемент, меня зовут Эдуард, и сегодня у нас на обзоре ноутбук HP Pavilion Gaming Laptop 15CX0164UR. Похоже, но только немножко в другой комплектации, был у нас в гостях около года назад, и под этим видео, по ссылочке, вы сможете найти видеообзор Дениса на данную модельку. Ну, а сейчас давайте все-таки разберем, действительно ли данный комп является геймерский, ведь именно это производители заявляют название данной махины. Начнем мы, пожалуй, с осмотра внешнего вида, и тут у нас на самом деле изменений немного. Корпус выполнен из такого темно-серого, почти что черного пластика, да, он немножко вот собирает отпечатки, но в принципе не так уж все смертельно. При этом у нас также имеются красивые вот такие вот зеленые вставочки прорезиненные сзади, для того, чтобы сюда поступала дополнительная вентиляция. И забегая немножко вперед, скажу, что комп действительно относительно не греется, как бы я его не нагружал различными играми. То есть яичницу на нем не приготовишь, а это плюс. И у нас есть еще вот такая зеленая вставочка с логотипом HP. Лично мне такой цвет заходит, так мне очень нравится зеленый, поэтому за это цветовое решение я даю плюс один свой личный балл данному ноуту. Далее давайте посмотрим, какие разъемы тут есть. С одного из боков у нас присутствуют два разъема USB 3.1, отверстие под замок Kensington и, естественно, картридер для карты SD. С правой стороны у нас присутствует разъем для подзарядки, также есть USB-C, USB 3.1, еще один, прошу заметить. HDMI подключение возможно, также есть разъем для LAN кабеля и разъем непосредственно для подключения гарнитуры вместе с микрофоном. Совмещенно, удобно, работает, супер. Далее давайте проведем быстрый тест на MacBook и попробуем открыть данный ноутбук одним пальцем. Это, конечно, можно сделать, но достаточно сложно, поэтому можно сказать, что тест немножко провален, но на самом деле это не критично, поэтому погнали дальше. В данной модели у нас установлен матовый экран диагональю 15,6 дюймов с IPS-матрицей и тактовой частотой 60 Гц. В целом экран очень достойный, ну разве что хотелось бы чуть-чуть побольше яркости. Опять же, у нас тут немножко ходит экран и, если честно, то мне кажется, это проблема многих ноутбуков с пластиковыми корпусами. Но в принципе это все мелочи. Также у нас тут присутствует звуковая система, которая сертифицирована, между прочим, самим Bang & Dolphson. Звук действительно достаточно хороший, правда, чуточку не хватает басов. При этом отдельно хочу отметить дизайнерское решение по внедрению суда динамиков. По-моему, выглядит очень симпатично. Сразу же хочется сказать пару слов о клавиатуре и тачпаде. И начну я, пожалуй, с клавиатуры. У нее действительно очень мягкий, тихий ход и на ней действительно очень приятно как играть, так и работать. Правда, вот кнопка Space мне показалась как-то слишком шумной. Также хочется отметить наличие тут подсветки. Единственное, жаль, она не настраиваемая. Либо включили, либо выключили. Хотя для меня лично наличие подсветки в современном ноутбуке это прям огромный лайк. А вот к тачпаду у меня все-таки есть вопрос. К сожалению, физически нажимается он только непосредственно внизу. Лично мне, конечно, хотелось бы иметь возможность нажимать там, где я захочу. И мне нравится ощущение физического нажатия. Это опять же как вопрос о надобности Taptic Engine в седьмых айфонах, если вы поняли о чем я. Давайте буквально несколько слов про железо, которое тут установлено, перед тем, как мы перейдем непосредственно к тестам. Начнем мы по нашей традиции с камня. И ребята из HP установили сюда Core i5 восьмого поколения с тактовой частотой 2,3 ГГц. Данный процессор уже весьма неплохо зарекомендовал себя в геймерских решениях. За графику у нас тут отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 1050 Ti с 4 ГБ памяти. Ну а чтобы это все быстро работало, ребята запихнули сюда 8 ГБ оперативной памяти. При желании вы можете легко увеличить данный объем до 16 ГБ. А вот постоянной памяти для хранения наших личных данных нам предоставлено уже более чем достаточно. Есть 1 ТБ HDD, он же жесткий диск, и есть 256 ГБ на SSD, он же твердотельный накопитель. И тут мы сразу переходим к первому тесту на скорость чтения и записи информации с наших дисков. И как вы можете сейчас видеть наглядно, скорость двух дисков просто кардинально отличается друг от друга. И если вы все еще сомневались в надобности SSD, то думаю данные и результаты помогут вам сделать правильный выбор. Далее давайте перейдем к тесту PCMark, и тут он у нас показал следующие данные. Вы можете просто спокойно поставить на паузу и ознакомиться с ними более детально. Ну и наконец мы переходим к самой интересной части нашего обзора. А именно, сейчас мы будем играть на данном лэптопе и посмотрим, насколько все-таки он мощный. Для сегодняшнего теста я выбрал три тайтла с разными техническими требованиями. Начнем мы, пожалуй, с самого легкого проекта, а именно с World of Tanks. И тут он у нас показал действительно неплохой результат. Мы спокойно можем выкрутить все настройки на максимум и беды не знать. При этом игра показывает фактически стабильные 70-80 FPS, что весьма недурно. Конечно, мы можем выставить все настройки на ультра, правда тут уже возможны периодические проседания фреймрейта. При этом мы можем видеть непосредственно, что FPS у нас стабилен. Также можем тут рядом наблюдать загрузку нашего центрального процессора, GPU нашего, то есть нашей видеокарты графического процессора, и непосредственно оперативной памяти. Там кто-то засел, как мне в тебя попасть? Далее я поиграл немного в свою любимую Forza Horizon 4. И знаете, Forza я запускаю не только из-за своей любви к ней, но также потому, что в нее встроен на самом деле весьма неплохой тест на производительность для игр. Который нам предложит установить самые оптимальные настройки для комфортной игры. И мы видим на самом деле, что тест был очень приближенный к реалям. Мы видим, что действительно у нас сейчас идет стабильные 60 FPS. Да, графика, конечно, не такая уже идеальная, но при этом глаз она не режет. А играть на диагонали такого монитора более чем комфортно. Естественно, мы не могли не напрячь систему по максимуму и запустили один из самых требовательных к железу проектов этого года. А именно, Metro Eschod. И на удивление, она пошла. Да, конечно, тут уже не так все сладко с графикой, как в более простых проектах. Но при этом тайтл остается играбельным. Мое заключение, играть можно, хотя порой, конечно, чуть-чуть глаз режет. Далее, давайте немножко поговорим о плюсах и минусах данного ноутбука. И начну я, пожалуй, с его плюсов. Первый плюс, это на самом деле соотношение цена-качество. Данный ноутбук хоть и не дешевый, но я думаю, по карману каждому. Но при этом он выполнит практически все ваши пожелания. Вы можете спокойно в нем как работать, так и играть. Второй плюс, наверное, такой еще и мой личный, это его непосредственный дизайн. На самом деле, он выглядит немножко непонятно. Не скажешь, что он геймерский, не скажешь, что он офисный. Он такое вот золотое звено что-то между. Вы спокойно можете прийти на любое совещание или переговоры с данным ноутбуком, и никто даже не будет догадываться, что вы заядлый танкист. Третьим пунктом я бы выделил наличие SSD, и, если честно говоря, на сегодняшний день я даже не представляю себе современного устройства рабочего ноутбука без данного твердотельного накопителя. И каюсь, очень жду новое поколение консолей, ведь именно в них уже будет установлена новенькая SSD-шка. Ну, а также личный плюсик от меня за зеленый цвет, потому что, честно, я очень люблю зеленый. Говоря о минусах, могу выделить, наверное, всего только два. Первый, это мне хотелось бы тут наличие более мощной видеокарты. Все-таки ноутбук является геймерским, и, как вы могли уже заметить, далеко не все игры он тянет в хорошем качестве. Ну, а вторым минусом я бы выделил все-таки тачпад, потому что, ну, вот мне бы хотелось нажимать там, где мне удобно. Подводя итоги, мне сразу вспоминается фраза нашего Дениса, которую он использует в адрес одного весьма популярного бренда, а именно топ за свои деньги. На самом деле этот ноут идеально подойдет как для решения ежедневных рабочих вопросов, так и непосредственно для игры, если вы, конечно, не очень требовательны графике. Например, такие игры, как World of Tanks, CSGO, Dota 2, на нем летят просто вообще на изи. При этом вы без труда можете запустить новые ААА тайтлы, правда, уже немножко придется пожертвовать графикой. Как по мне, так это идеальный ноутбук как для школьника или как для студента. Надеюсь, мне удалось рассказать вам простым языком о сложных вещах. Ну, а с вами был пятый элемент. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и нажимать колокольчики. А также обязательно оставьте нам комментарий, ведь нам очень интересно, что вы думаете о том или ином устройстве. До новых встреч!